Любимая пришла к мудрецу и спросила, что мне делать, когда любимый ищет путь, красить губы ароматом мечты, ответил мудрец. Женщина засмеялась, она это знала. Музыка Мне иногда кажется, что человек еще не родился. Странное ощущение. Есть я, есть друзья мои, есть люди, которые ходят, летают, ездят, что-то там делают, плавят сталь, снимаются в кино. Ну, мало ли чем человеку заниматься на планете. И часто все это кажется каким-то, ну, диким несовершенством. Восхитительной несостоятельностью. Восхитительной, потому что ощущение перспективы, ощущение потенциала абсолютно, а на выходе пустой звук. Ничего нет. Потому что все то, что мы сотворили, дома, мосты, дороги, самолеты, поезда, ракеты, телескопы, айфоны. Да мало ли, что человек напридумывал в процессе своего развития. Но все-таки кажется, что это как-то все, ну да, хорошо. Но не туда. Потому что оно не прибавляет вот этого вдохновительного счастья. Не счастья достижения, а счастья, а чувствование себя чем-то цельным в пространстве общей цельности. Мне это кажется, что человек еще не родился. И углубляясь в эту проблему, в процессе какого-то своего исследования, я стал находить подтверждение своим сомнениям. Ну, действительно, что такое человек, необходимо определить, конечно. Тут у меня как-то случилось собеседование на фейсбуке с каким-то ученым. Специалистом по семантике. И это ученый была женщина. Правда, я заподозрил, что за ником женщины скрывался мужчина. Потому что, ну, так рационально и логически заряжать пустоту негчерностью смысла, ну, это может только мужчина. Женщина как-то, она умеет вовремя останавливаться. И в своем потоке слов, в своем потоке определений, она больше опирается на чувства все-таки. Все-таки. Чем на какие-то цитаты, там, ссылки. И тем более модели разума человека. Ну, и это меня, конечно, обескуражило, беседа. Я с удивлением наблюдал за границами, в которых себя человек задолбал, закопал. И, в общем-то, ну, как-то безвыходно. Ведь вопрос заключается в том, что человек сам себя определить не может. И когда я сказал, что человек это субъект и объект одновременно вселенского, беспредельного, космического сознания, то есть, честно, получил в ответ возражение, это все пустословие и ничего не дающие моменты. Я оставляю в покое человеку самого себя, бог с ним, не в этом дело. То же самое главное заключается в том, что как только человека определить членам общества, как только ограничить его безмерность, внемерность какими-то конкретными проявлениями, то сейчас и возникает вот это ощущение, что человек не родился. Ибо человек, как часть всеобщей безмерности, не может быть конечным. Человек, который как бы по образу и подобию, не может быть бесподобен. Господу, объективности, существованию. В конце концов, сверхсознание определим это так. Каждое из этих понятий, оно очень размытое, не точно, но как-то, как-то, хотя бы, определять пространство, о котором я сейчас хочу говорить. Так вот, соответствие сверхсознанию человека дискомфортно, потому что под человеком привычно мы принимаем какую-то функцию. Ну вот, тело, ну вот, действия, ну вот, мысли, ну вот, там, семья, ну вот, дети, ну вот, государство, ну вот, там, еще чего-то. Ну, а чего? Но человек, это не функция. Можно ли назвать розу функцией? Или пчелу? Да, они тоже, в общем-то, что-то, как-то, чего-то. Но они же не функция. Они есть. Это то, что называется жизнью. Но человек, чем отличается от этого всего? Ничем. Так мы же, значит, тоже определяемся жизнью. Но для жизни очень важно гармоническое отношение. Вы посмотрите, каким удивительным образом творят пчелы свои соты. Какой феноменальной гармонии полна их работа. А роза? Подойдите к розе. Понюхайте ее аромат. Взглянитесь в ее абсолютное совершенное несовершенство. И вы обалдеете. От той гармонии, какой существует... Проживает этот цветок. Но человек такой же цветок. Он такая же пчела. То есть, получается, значит, человеку, для того, чтобы ему быть человеком, и, как бы, зафиксировать его рождение, ему не хватает вот этой вот гармонии. 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 Хорошо. Договорились там. Господь режиссер, человек-герой-любовник, остальное массовка. Первое действие, подвиг-второе действие, подвиг-третье действие, подвиг. Стоп, 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 сказал Господь. Геройства достаточно. А где же любовничество? Но дети же рождаются, возразил человек. Надо начинать все сначала, подумал Господь. Новая пьеса называлась «Любовь». «Любовь». Чехов как-то, Антон Павлович Чехов как-то рассказал удивительную, медвительную вещь. Как писатель, которому стала доступна феноменальность прозрения жизнью, он сказал как-то, что женщины без мужчин влекнут, а мужчины без женщин глупеют. Мне потом посчастливилось продолжить как бы этот смысл, уже наполняя его осознанным содержанием. Женщина содержит, но не знает. А мужчина знает, но не содержит. И как бы автоматически, сразу после этих слов, возникает какое-то пространство, где должно быть какое-то развитие вот этого содержания и вот этой вот формы. Так вот то развитие, вот то, что может соединиться, в гармонии, вот то, наверное, и будет точнее называть человеком. То есть мужчина и женщина, соединенные в гармоническую какую-то цельность и способные стать дыркой от бублика для сущенцеванческих потоков, формируемых реальностью. И эти потоки промодулированы таким образом, что женщина по отдельности и мужчина по отдельности, они не могут пропустить эти потоки. И только вместе, только соединяясь, они могут осуществить свою изначальную предназначенность. Может быть, это соединение и это потоковость цельности достижения гармонии и есть любовь. Женщина и океан. Женщина пришла к океану и стала просить сделать ее счастливей. «Ну, что ты понимаешь под счастьем?» – спросил океан. «Ну, чтобы был любимый, чтобы семья, чтобы дети». «Хорошо», – ответил океан. «Испомню, как желаешь». Женщина вернулась домой и стала ждать, но ни через день, ни через неделю ничего не изменилось. Она опять пришла к океану и повторила просьбу. «А что ты понимаешь под счастьем?» – спросил океан. «Ну, чтобы я встретил любимого, чтобы была семья, дети». «Хорошо», – ответил океан. «Испомню, как пожелаешь». И вновь женщина ждала неделю, день, и ничего не изменилось. Она пришла к океану снова. «Ничего не происходит?» – говорит она. «А чего ты ждешь?» – спросил океан в ответ. «Счастье», – тихо произнесла женщина, смущаясь. «А, помню, любимого, семью, детей». «Да, точно», – улыбнулась женщина. «Хорошо, родная, время нам познакомиться. Закрой глаза и ни о чем не волнуйся». Женщина зажмулилась и почувствовала, как волна огромной силы подхватила ее и потащила куда-то. «Можешь открыть глаза?» – услышала она. Женщина послушалась и увидела прямо напротив себя прекрасную женщину, голову которой украшала корона невиданной красоты, а на шее сиялое жерелье жемчуга. «Ну, здравствуй, родная», – произнесла прекрасная незнакомка. «Давай знакомиться, я Ромада, дух океана». Женщина восхищенно смотрела на Ромаду, понимая, что случилось чудо, и она попала на прием святая святых. «Ты говорила мне, что счастье для тебя любимый, семья, дети, так?» «Так», – робко, – сволочилась женщина. «Но какое же это счастье, если люди смертны, а дети рано или поздно уходят? Значит, твое счастье обречено на временность, и в нем нет ни малейшего резона». «Но ведь важно быть кому-то нужной», – тихо, но упрямо возразила женщина. Ромада с улыбкой разглядывала ее некоторое время, потом решительно поднялась со своего трона, и тотчас в ее руке проявился золотой ключ. Им она не спеша открыла дверь, украшенную необыкновенными узорами и охраняемую стражами, акулами. Как только дверь распахнулась, Ромада жестом предложила следовать за ней. Женщина переступила порог и замерла от восхищения. За дверью скрывались потрясающие красоты поляна, прекрасных роз, розы, ряды которых терялись вдали. Прежде чем родиться, каждая женщина пропитывается здесь ароматом и музыкой океана, накапливая силу цветения. Сила океана насыщает кровь будущего человека любовью, и делиться этим на земле, прорастая перспективой, и есть счастье. Женщина заметила, как одна из роз вдруг сложила лепестки, спрятала бутоны, и, вытянувшись, стрелой помчалась вверх. Женщина родилась, торжественно произнесла Ромада и, помолчав, продолжила. Я не смогла выполнить твоего желания о счастье, потому что оно противоречит предназначению человека – делиться любовью. Теперь понимаешь, почему? Да, понимаю, вдохновенно заверила женщина. Я и не знала, что призначение меня, женщины, делиться любовью. Если теперь это понятно, значит, время возвращаться. Длительное пребывание в моем подводном дворце может стоить тебе жизнь. Женщина очнулась на берегу. Она медленно побрела вдоль волн, непрерывно накатывающихся на берег, вспоминая благословительное собеседование. На встречу прошел молодой мужчина. Она рассеянно взглянула на него, улыбнулась и прошла мимо. Мужчина остановился, как копанный. Его оценила. Так это судьба. Позже, когда они вдвоем гуляли вдоль берега, рассматривая ракушки и камушки, отполированные до диковинных узоров, к ним присадились маленькие мальчики и девочки, которые родились. И каждый раз, когда они все вместе и вчетвером приходили к океану, женщина вспоминала свою удивительную встречу с духом океана аромата. Теперь-то она знала, что главное вдохновлять ароматом и музыкой силы океана. Потому что каждая женщина до рождения набирается уникальных сил цветения розы. И счастье – это когда можешь делиться любовью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я имел счастье наблюдать женщин. Я имел такую возможность. Как бы видеть женщину в естественной среде. Мне даже потом показалось, что женщина бывает естественной в двух ипостасях. Когда она у гинеколога и когда она у модельера. И вот длительное время работая рядом с гениальной Ольгой Пифековой, потом Симоновой, модельером от Бога. Чувствующим гармонию на уровне состава крови. Я видел много клиентов, которые практически открывались мне совершенно с новой стороны. То есть, даже предположить я не мог, что женщина может быть так естественна. И я обнаружил, к своему сожалению, очень поздно, что все то, что я раньше знал о женщине, это все была игра женщины со мной. Женщина удивительное существо. Она способна подстраиваться. Она способна мимикровать. Дело в том, что время эволюционного развития, когда отодвинули женщину чуть назад и вперед пустили. Мужской вот этот вот напор донать, перенать, победить. Необходимый, абсолютно необходимый для построения материального мира. Он практически сложился в определенные законы и правила, которые женщина приняла и научилась выживать, будучи вторичной. Являясь первичной, она научилась выживать вторичной. То есть, играть во вторичность. Что грех одарить? Шершаляфам, французское, но не такое уж социальное определение, а глубинно-философское. Ибо мир вокруг нас рождает женское начало. Только женское начало способно рожать мир. А мужчина способен это рождение, как бы вдохновлять, проявлять, провоцировать, обрабатывать, вести. Но рожает всегда только женское начало. Это касается и всех-всех ипостасей. Что природы, что самого человека. Что самого человека. Я не знаю ни одного человека на земле, который бы рожден был не женщиной. А раз так, то женщина определяет все и вся. И тогда интересно понять место женщины в эволюционном развитии человечества. Если она, будучи первичностью, узаконенного в своей вторичности в силу вот социальных всех катаклизмов, которые мы, человечество, прожило за последние там несколько тысяч лет. То в этом случае откуда же взяться той идеи развития, которая так необходима всем нам? Откуда ей взяться? Если женщина часто играет роль, не свойственную ей. То есть она свое содержание прячет глубинно, глубинно. Под правилами, которые навязаны. Под обязанностями, которые ей сформулированы. Под всеми теми накоплениями атовистическими, которыми перекрыта ее свобода. Которыми заглушен ее танец. Теми негараздными, которые стопорят полет ее сердца. Это проблема. Это большая проблема. Сердце согрето у алтаря, и кажется, что все не зря. И верится, что близко и зримо станцевать себя, любимую. Себя, любимую, отогретую, с листа трепетно спетую. Меня, женщину, любимую, Господом хранимую. В чем проблема, если ее определить? Проблема заключается в том, что важно вернуть женщине право, востребованное право, на ее содержание. Это, 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 это звучит несколько, я понимаю, насколько это звучит несколько, ну, щекотливо, мягко выражаясь. Но, тем не менее, ведь женщина, это совершенно особое микрообразование, со своими процессами трансформации в макрообразование. Это совершенно особый, особое проживание впечатлений, реальности. Совершенно особый статус синхронности с миром. Всего того, что женщине дана физическое, уже по физическому говорим женщине, дана вот эта уникальная возможность рожать новую жизнь. То есть, практически соединяться с высшим сознанием и транслировать это сознание на землю. Всего этого женщина имеет особенности. И эти особенности абсолютны. Принято считать, что женщина обладает определенным качеством, которое формируется в ней психоэнергетической маткой. То есть, если очень просто и примитивно объяснять, то есть матка физическая, которая рожает физическое тело, и которое это физическое тело вынашивает, и потом, в общем-то, сопровождает его в процессе рождения и жизни. А есть еще то удивительное состояние, когда это физическое тело принимает сознание. Сознание, как нечто, не принадлежащее Земле и гравитации. Как нечто вот то, что отличает человека от всего остального мира на Земле. Так вот то, вот то, сознание, сверхсознание, принимает как раз психоэнергетическая матка. И в силу этого, женщина, это совершенно другое, чем мужчина. Она изначально космична, она изначально обладает вселенскими качествами синхронизации себя и мира. Вы наблюдали когда-нибудь детей до двух, до трех лет, пока они не начинают асоциаливаться? Ведь разницы между ними почти нет. Мальчики и девочки ведут себя почти одинаково. Но в то же время, уже после двух, трех лет, особенно после того, когда ребенок начинает погружаться в так называемое воспитание и навязывание ему каких-то правил поведения, очень резко начинает проступать разница между девочкой и мальчиком. И что интересно, что лет до 14-15 очень мощно развивается мужское начало и там, и там. Но как только совершается чудо природы, и женщина запускается в процесс рождения яйцеклеток своих, как только она природой посвящается в тайну тайн жизнетворения, с этого момента женщина тотально меняется. И она становится другой. В свое время, даже в России, были раздельные школы мужчин и женщин, и мальчиков, и девочек. И это было какое-то, знаете, интуитивное ощущение разности между ними. Но это большая глупость. Потому что мужчины без женщин глупеют, а женщины без мужчин влекнут. Нужен удивительный поиск общего гармонии. Но не женщине, уподобляющейся мужчине, и не мужчине, уподобляющейся женщине. А вот эта вот первоистоковая предназначенность, когда женщина содержит, а мужчина знает. И в гармонии сотрудничества они могут только и родить третье пространство. Вот то третье пространство и можно назвать человеком. В своих эссе, в своих романах, в своих стихах я пишу женщин из большой буквы. И это дань вот той удивительной сопричастности физической женщины с тем глобальным вселенско-космическим женским началом, которое в вершину упирается в Матерь Мира. То есть то изначальное, истоковое, из чего все. Галактики, Вселенные, я не знаю, там звезды, и Земля тоже. Для того, чтобы в женщине проявились вот эти вот спектры аналитические, которые присущи Матери Мира, требуется осознанность. Осознанная ответственность женщины за свою предназначенность. Многие духовные практики, которые существуют на Земле, которые накопились в безграничном количестве медитации, техники, они не предназначены женщины. Они предназначены мужчине поддерживать в нем его женское начало. Ибо в конечном итоге прозрение мужчины заключается в открытии в себе грани той великой женщины, которая называется Матерью Мира. И проекции которой он только и может увидеть в этот момент и в это время в своей любимой, в той женщине, которая рядом с ним. И только с этого момента, когда он прозревает женщиной, с этого момента он может быть на что-то способен, на очеловечивание. И вот в связи с этим очень печальна традиция, когда женщина идет на те же самые медитации, испытания, осваивает какие-то техники, которые абсолютно ей не нужны, и более того, ее мужичевоил. А мужичевание женщины – это трагедия. Женщина изначально содержит все, что связано с эволюционным развитием человека. Но это же надо в себе открыть. Эту ответственность же надо осознать. Этим же надо напитать каждое мгновение своей жизни. Танец себя рассвета. Удивительная возможность. Культа в себе женщины. Безмерной, безграничной и уникальной. Как явление жизнетворчества Вселенной на нашей планете. О любви. Одного мудреца спросили, что такое любовь. Мудрец не ответил, молча рассматривая звездное небо. Опять спросили, что такое любовь. И опять мудрец не ответил, щуристо солнце. И в третий раз спросили, ты мудрый, много знаешь, скажи, что такое любовь. Мудрец удивился, взвернул на вопрошающего, помолчал, поднялся и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Да и правда, какой смысл отвечать о любви? Ибо вопрос о ней перекрывает ее. И тот, кто спрашивает, никогда не сможет понять, что такое любовь. Ибо вопрос бессмысленный. Любовь это ничто. Но все. Глупец спрашивает, другой такой же невежественный, только и может ответить. А мудрый любит. Глупец спрашивает, что такое любовь. Я сижу на лугу и играю на свирели. Может быть, кто-то лучше знает название цветов, что танцуют вокруг меня. Но какое отношение это имеет к нашей песне? Может быть, кто-то лучше знает, как облака прорываются дождем, омывая луг. Но какое отношение это имеет к нашей песне? Может быть, кто-то точнее знает время восхода и захода солнца, утверждающего жизнь. Но какое отношение это имеет к нашей песне? Я сижу на игру. Я сижу на лугу. И играю на свирели. Может быть, это и неправильная молитва. Но какое это отношение имеет к нашей песне? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok